МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Российские учёные выдвинули сенсационную гипотезу. НЛО могут вызывать землетрясение". У пришельцев в НЛО есть много технологий, которые нам вообще сейчас не представляются. Откровение американских космологов. Луна, Солнце и Марс находятся под неусыпным контролем внеземных цивилизаций. Нас не пускают в космическое пространство. Нас пускают только в ближний космос. Таинственные свойства комет. Почему эти небесные тела излучают радиосигналы? Некоторые из них могут быть кораблями внеземных и на звёздных цивилизаций. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это любительское видео было снято утром 24 мая 2013 года. На кадрах отчетливо видно, как раскачиваются небоскрёбы. Тогда геофизики заявили, что это отголоски мощного камчатского землетрясения. Но возможно ли такое? Ведь Москва не входит в число городов, которые находятся в сейсмоактивных зонах. Однако научные данные показывают, что за всю историю сейсмических наблюдений Москву сотрясало 4 раза. Каждое из этих землетрясений, согласно историческим сводкам, сопровождалось необычным свечением, объяснение которому учёные до сих пор не нашли. Землетрясение 2013 года не стало исключением. Очевидцы утверждали, что во время и после мощных земных толчков в небе над столицей кружили неопознанные летающие объекты, которые по своей форме напоминали треугольник. В тот день в городе началась невероятная паника, а многие здания Москвы на короткий промежуток времени оказались обесточенными. Из технологий пришельцев, то есть НЛО, воздействие. А ведь известно, что от НЛО почему-то сплошь и рядом заглухают двигатель внутреннего сгорания, когда оно присутствует. Оно воздействует таким образом. Электрические сигналы пропадают, обесточиваются целые районы. На этом видео один из таких объектов. Кадры были сделаны 24 мая 2013 года, в день землетрясения в Москве. На пленке видно, как светящийся треугольник завис в ночном небе над столичной высоткой. Исследователи утверждают, подобные светящиеся объекты за несколько дней до землетрясения наблюдали и жители Камчатки. Но как это объяснить? Неужели между НЛО и Камчатским землетрясением есть связь? Землетрясение, как процесс, происходит сначала сильный толчок, а потом после него называются авторшоки и повторные землетрясения, которые идут с убывающей амплитудой. Вот как бы получается такая вот гармошечка затухающая. Принято считать, что землетрясения вызваны вулканическими процессами в недрах Земли. Однако последние исследования ученых показывают, что не все так очевидно. В 2013 году российские ученые выдвинули сенсационную версию, согласно которой 80% всех землетрясений планеты происходят по причине внешнего воздействия. Необычного космического излучения, источник которого до конца не изучен. Согласно одной из версий, это излучение исходит от газопылевых облаков и умирающих звезд. Вспышка произошла, прилетело, значит, облако газозарядочных частиц на Землю. И это повлияло на циркуляцию атмосферы. И где-то давление в воздух стало больше, где-то меньше. И вот там, где больше, оно могло и вызвать там подвижку плит внутри Земли. И это вызвало землетрясение. Исследования ученых показывают, что литосферные плиты Земли сегодня располагаются настолько близко друг к другу, что достаточно любого малейшего внешнего воздействия для того, чтобы запустить смертельный механизм. В этом случае может начаться сильнейшее землетрясение. Подвижки земной коры вызовут мощные цунами, проснутся вулканы, мир погрузится в хаос. И это не фантастика. Расчеты ученых показывают, что все эти события могут произойти даже от воздушного давления на земную кору, которое способно создать газопылевое облако. Таким же рычагом может стать гравитационное поле космических объектов и колоссальные потоки энергии, исходящие от солнечных вспышек. Когда вот эти плиты уже подошли так вот близко и готовы друг по другу поднырнуть, то уже маленького воздействия будет достаточно, чтобы их заставить идти дальше и вызвать землетрясение. Вот это маленькое воздействие, может быть, гравитационное, то есть за счет ускоренного движения вокруг центра массы Солнечной системы. Чтобы проверить эту версию, геофизики сопоставили космические данные, такие как солнечная активность и вспышки сверхновых звезд с землетрясениями. И пришли к выводу, что параллели между этими событиями возникают не так часто. Результаты этих исследований позволили ученым выдвинуть сенсационную версию. Излучение, которое провоцирует землетрясение, может быть искусственным. Но если это действительно так, то какой у него источник? Ответ на этот вопрос долгое время искали и российские, и американские ученые. Проведя множество самых различных геофизических исследований, они, тем не менее, никак не могли приблизиться к разгарке. И только в 2013 году, сопоставив данные появления в околоземном пространстве искусственных объектов, и произошедших за последние 20 лет землетрясений, они обнаружили невероятное совпадение. Согласно полученной ими статистике, каждое второе землетрясение Земли сопровождается необычным свечением и появлением неопознанных летающих объектов. Но что это означает? Неужели между НЛО и землетрясениями есть связь? У пришельцев в НЛО есть много технологий, которые нам вообще сейчас не представляются. Воздействие НЛО на окружающую среду, животный мир, в частности, такое явление, как твердый луч, твердый луч, по которому вполне возможно поднятие изменения, то есть уменьшение изменений гравитации, можно поднимать коров, людей, это уже зафиксировано, было исторически зафиксировано в наблюдательной уфологии. Статистика показывает, что НЛО заметили во время мощного землетрясения в Англии в 2011 году. В Калифорнии подобные объекты наблюдались перед каждым землетрясением, начиная с 1896 года. В 1954 году в Японии во время сентябрьских подземных толчков также был зафиксирован факт появления множества НЛО. Но пик активности появления неопознанных летающих объектов пришелся на 2011 год. Тогда на территории Японии за несколько дней до трагедии на Фукусиме исследователям удалось зафиксировать сразу пять неопознанных светящихся объектов. Так появилась версия, согласно которой неопознанные летательные аппараты способны излучать сильнейшее магнитное поле, которое влияет на процессы в недрах Земли. Более того, по версии ученых, одно из самых мощных землетрясений за всю историю Земли, которое произошло в Японии в 2011 году, было создано искусственно и спровоцировано сильнейшим излучением НЛО. Этот необычный рисунок аргентинского художника Бенджамина Парвичини попал в руки ученых-искусствоведов зимой 2011 года. Художник изобразил плачущих ангелов над огромным водоворотом, а внизу поставил подпись «Япония». Кроме того, Парвичини дополнил картину небольшим примечанием, которое гласит «Крупнейший шум из всех шумов заглушит все вокруг». Бомба-Ф. Изучив загадочные наброски художника, исследователи пришли к выводу, что Парвичини с ужасающей точностью описал катастрофу, случившуюся в 2011 году на АЭС Фокусима-1. Но возможно ли это? Ведь наброски художника датируются 1936 годом, за 75 лет до случившихся событий. Человек, который на самом деле предсказал очень многие как события, в частности взрыв в Японии, который был в 2011 году, да, а его рисунки были нарисованы в 1939-1938 году. То есть такое очень сложно было предсказать. Его рисунки как раз отличаются тем, что их расшифровкой занялись после того, как вот этот взрыв произошел, и его связали напрямую с Японией, потому что на его рисунке было написано Япония и было написано буква Ф. Однако у исследователей загадочных набросков художника возник вопрос, о какой именно бомбе говорил Парвичини. В попытке отыскать ответ они обратились к другим пророческим рисункам аргентинского художника. На них были изображены теракт 11 сентября 2014, сентября 2001 года, цунами 2004 года и многочисленные полеты в космос, рядом с которыми Парвичини непременно рисовал различные катастрофы. Вы видели, что предсказаний очень много. То есть там есть и определенные предметы, которые, допустим, опять же, в 1939 году он нарисовал что-то наподобие телевизора, который был изобретен в 1950 году. Поэтому могу сказать, что у человека вот это образное мышление, оно реально вылилось на бумагу, но опять же, известно, что это дело в состоянии измененного сознания в трансе, как говорят его родственники. Художник оставил своим потомкам не только говорящие сами за себя рисунки, но и загадочное послание, в котором было буквально следующее. Человек полетит к звездам, преодолеет звук, познает светило и поймет, что Земля является лишь низшей и самой неразвитой из всех существующих планет. Однако этим открытием человек спровоцирует бури и природные катаклизмы, новые формы болезней и массовое помутнение рассудка. Мир погрузится во тьму. Но что это означает? Почему Паровичини писал о том, что именно космос станет причиной всех несчастий, которые постигнут человечество? Состояние измененного сознания оно может быть часто через состояние транса. Вот многие художники, кстати, которых считают, опять же, прорицателями, они рисовали именно в таком состоянии. Поэтому, когда рисунок уже есть, сказать, как он получился, невозможно, потому что человек не давал себе отчета, что он рисует и почему именно таким образом. То есть это одновременно некое интуитивное рисование, но которое имеет серьезный смысл и значение. К сожалению, значение этих рисунков расшифровывают спустя очень многие года. Более того, ангелы, которых изобразил художник рядом с наброском катастрофы на Фокусиме, были нарисованы не парящими в небе. Они находились на необычном треугольнике, который будто бы завис в воздухе. Детально изучив изображение этих фигур, исследователи сделали вывод, что художник нарисовал вовсе не ангелов, а инопланетных представителей. Но самое удивительное заключается в том, что те объекты, которые по статистике появляются незадолго до землетрясений, как правило, имеют именно форму треугольника. В пользу этой необычной версии говорит этот факт, что под рисунком художник написал о некой бомбе Ф, которая обрушится на Японию. Само слово «бомба» указывает на некое внешнее воздействие, искусственный взрыв. Но могло ли землетрясение в Японии быть вызвано вмешательством извне? Ну вот на этом видео, представленном на планшете у меня, я могу сказать, что мы видим некие объекты, которые сначала были очень компактны между собой в виде вытянутой линии, потом эта линия распадается на более маленькие фрагменты. Каждый из этих объектов отдельно начинает какую-то свою деятельность. Все это происходит в районе аварийного реактора в Фокусиме. Более того, точно такие же объекты, согласно данным очевидцев, появлялись на территории атомной электростанции за несколько дней до землетрясения. А спустя несколько суток, 11 марта 2011 года, в 14.46 по японскому времени, на территорию восточного побережья острова Хансю обрушилось сильнейшее землетрясение магнитудой в 9 баллов. Это было самое мощное в истории Японии землетрясение, которое получило название Великого Восточного. Но и это еще не все. Вот эти кадры появились в эфире японских и американских каналов сразу после начала землетрясения. На пленке запечатлен неопознанный летающий объект, который быстро передвигается перед наступлением гигантских волн цунами на северо-восточном побережье острова Хансю в Японии. То есть тут проводился анализ этих видеозаписей, которые были засняты. Он как раз летел в район вот этих вот ядерных производств. И если бы он достиг этих, то катастрофа была бы очень мощной. Даже помимо самого взрыва и вот разрушения взрыва. Но что это? Роковое совпадение? Или неопознанные летающие объекты появились на территории Фокусимы не случайно. Исследователи утверждают, появление НЛО вполне могло спровоцировать подвижки земной коры. Согласно одной из версий, НЛО излучают сильнейшее магнитное поле. Оно сталкивается с магнитным полем Земли и в этот момент атмосфера получает аномальный электрический заряд. Столкновения магнитных полей порождают вибрации, которые передаются земной коре. Из-за этого под землей поднимается магма и вызывает землетрясение. Именно эти расчеты позволили ученым выглянуть версию о том, что неопознанные летающие объекты, которые летали над АЭС, могли вызвать землетрясение. Ну, то, что мы видели, например, над Фокусимой и иногда на теми местами, где происходят техногенные какие-то катастрофы, есть также такая вот версия того, что это определенные как бы корабли, индивидуальные корабли, и с помощью каких-то действий они могут даже влиять на то пространство, которое находится рядом с этой космосферой. Более того, такой, на первый взгляд, фантастической технологии, которая способна искусственно вызывать мощное землетрясение, как утверждают ученые, обладает и человечество. Установкой, которая способна вызвать такое колоссальное по своей мощности и губительное по своей силе излучение, является американский ХАРП. Антенное сооружение, расположенное на территории Аляски, которое, как утверждают многие российские физики, является в действительности массивной лучевой пушкой, способной уничтожать не только все сети связи, но также ракеты, самолеты и спутники. Но самое главное, что излучение ХАРП, по некоторым расчетам ученых, может вызывать и мощное землетрясение. Установки ХАРП позволяют усиливать звук инфронических частот в атмосфере, и особенно в озоносфере. Энергия, накопленная озоном, превращается в акустические колебания. И вот с помощью этих акустических колебаний можно постепенно раскачивать зоны для будущих землетрясений. И в данный момент, когда требуется вызвать землетрясений, ХАРП посылает импульсный сверхмощный сигнал, и возникает землетрясение. Именно такая методика подготовки землетрясений была осуществлена для Японии. Но кем? Было ли это дело рук человеческих? Или же подобное излучение создали неопознанные летающие объекты? Но если землетрясение на Фукусине было вызвано искусственно, то кому и для чего это нужно? В поисках ответов историки обратились к статистическим данным. Оказалось, что чаще всего неопознанные летающие объекты появляются в местах добычи урановых руд и над территориями атомных электростанций. Иными словами, там, где идет выработка ядерной энергии. В таких районах, ну, не столько ядерной энергии, сколько, скажем, летающей техникой с военной, например, в таких районах, во-первых, гораздо удобнее наблюдать за небом, потому что там облаков меньше, и зацветки нет никакой. Это полигоны. Это ракетные и авиационные полигоны. Специалисты, которые занимаются изучением НЛО, отмечают их необычную активность в районах, связанных с ядерной энергией. НЛО были зафиксированы над Лос-Аламовской атомной лабораторией, когда там создавалась первая атомная бомба. Похожие на серебристые диски объекты многократно наблюдались над штатом Нью-Мексико, где в эти годы проходили ядерные испытания. Французский полигон в Сахаре, американский полигон в штате Невада, полигоны на атоллах Бикини и Муророа, советские ядерные полигоны на острове Новая Земля и в районе Семипалатинска. Эта зона является повышенной зоной внимания, потому что вот эти вот предприятия по производству радиоактивных веществ, они постоянно контролируются, потому что это очень опасно в плане вот именно таких техногенных катастроф. Практически над всеми полигонами, где проводились ядерные испытания, ученые фиксировали патрулирующих эту местность НЛО. Но как это объяснить? По одной из версий, внеземные цивилизации ищут ядерное топливо на нашей планете, источником которого является уран. В сумме наши атомные станции могли бы дать то количество электричества, которое сейчас мы получаем в сумме от Солнца. Но дело в том, что в этом случае мы будем расходовать залежи урана, которые не бесконечны. И через порядка 100-150 лет залежи кончаются, и мы опять оказываемся не уйдем, что называется. Источников энергии не будет. Однако версия о том, что неопознанные летающие объекты посещают Землю в целях добычи урана, кажется фантастической. Ведь уран как радиоактивный элемент был открыт только в конце 19 века, в то время как из древних текстов известно, что более тысячи лет назад внеземные цивилизации уже посещали Землю. Долгое время эта версия оказалась несостоятельной, пока в 2012 году исследователи не обнаружили в древней шумерской рукописи необычный отрывок. В тексте говорилось буквально следующее. В допотопное время ануаки или пришельцы с небес прилетали на Землю, чтобы затем спуститься в нижний мир Земли и добыть серебристо-белый глянцевый металл. Но что это означает? Неужели несколько десятков тысяч лет назад пришельцы уже прилетали на Землю для того, чтобы добывать полезные ископаемые? Всего внеземные цивилизации насчитывают уже не один миллион лет, а может быть еще и больше. То есть мы не знаем точную историю Вселенной. Но в принципе сегодняшняя наша цивилизация она то есть в ее развитии сыграла роль тоже внеземная цивилизация, которая присутствовала на Земле. Исследователи утверждают, под нижним миром шумеры понимали недра Земли, в которых находятся природные залежи металла. А серебристым металлом с глянцевым блеском они называли уран. В пользу этой невероятной гипотезой говорит и тот факт, что особенная активность появления в околоземном пространстве неопознанных летающих объектов была замечена учеными после 1938 года, когда трое немецких ученых открыли расщепление ядра урана, что положило начало разработке ядерного оружия. После того, как у нас была изобретена ядерная бомба на Земле, внимание как бы неземных цивилизаций очень сильно было направлено на развитие человечества и в принципе они уже дали понять, что такое развитие, которое может повредить не только нам, но и тем, кто параллельно с нами живет в нашем пространстве, значит, оно довольно вредно и может в итоге привести к гибели не только нашей цивилизации, но и задеть весь космос. По расчетам американских ученых, если бы ядерный взрыв колоссальной силы произошел на небесном теле, где нет атмосферы, например, на Марсе или Луне, то разрушительная волна прокатилась бы на миллиарды километров, после чего обломки взорвавшегося космического тела были бы притянуты гравитационным полем других планет и превратились бы в губительный для всего живого метеоритный дождь. Но мало кто знает, что земляне уже однажды планировали произвести атомный взрыв за пределами нашей планеты. Совсем недавно американскими спецслужбами была обнародована секретная информация о шокирующем проекте под кодовым названием А-119. Среди многочисленных документов, которые являлись частью этого закрытого проекта, сохранились всевозможные чертежи Луны, расчет ее физических параметров и самое невероятное, до малейших деталей рассчитанная гибель земного спутника. Вот если следить за соперничеством Соединенного Штата, Соединенных Штатов и Советского Союза в области космоса, то можно множество раз увидеть самые изощренные методы противодействия космическим программам. Мало кто знает, что в 1958 году американское правительство планировало атомный взрыв на Луне. В самый пик космической гонки между двумя сверхдержавами СССР и США был разработан специальный проект, который для мирового сообщества был известен как изучение возможности исследовательского полета на Луну. Но в действительности он заключался в том, чтобы произвести ядерный взрыв на земном спутнике и таким образом продемонстрировать мировое космическое лидерство Америки. Правительство США торопилось осуществить свой замысел в связи с тем, что СССР неожиданно для всех первым в истории запустил искусственный спутник. Изначально инициаторы этого секретного плана намеревались применить водородную бомбу. Но от этой идеи быстро пришлось отказаться, так как водородная бомба имела слишком большой вес. И тогда эксперты сошлись во мнении, что поверхность Луны должна удариться более легкая ядерная бомба. Планировалось исследование такое провести, чтобы определить структуру Луны, насколько глубок вот этот плотный слой, то есть насколько крепка та порода, которую мы видим снаружи, провести резонансное исследование Луны. С этой целью планировалось произвести ядерный взрыв. Никто в тот момент, ни разработчики этого безумного плана, ни авторы самой идеи не знали, какими могут быть последствия от взрыва на земном спутнике. В лучшем случае лунный грунт поднялся бы на много километров вверх и превратился бы в сплошную пелену. Вспышка от такого взрыва была бы видна с земли, что вызвало бы невероятную панику. На что и рассчитывало правительство США. При худшем раскладе нарушилась бы траектория движения Луны, что мгновенно отразилось бы на земной жизни. Острова и континенты ушли бы под воду. Изнурительная жара за несколько десятков лет уничтожила бы все живое. На одном полушарии царило бы палящее солнце, на другом вечная мерзлота. Земля превратилась бы в безжизненное небесное тело. Песочные бури, бомбардирующие метеориты, лед и ни одной живой души. Все описанное не выдумки фантастов. Это могло случиться, если бы на Луне произвели ядерный взрыв. Такое развитие, которое может повредить не только нам, но и тем, кто параллельно с нами живет в нашем пространстве, значит, оно довольно вредно и может в итоге привести к гибели не только нашей цивилизации, но и задеть весь космос, потому что все взаимосвязано. Однако, несмотря на колоссальный риск, проект было решено реализовать. План А-119 был детально проработан, был изготовлен макет станции. Контейнер с зарядом размером с морскую мину был утыкан штырями взрывателей для того, чтобы гарантировать взрыв в момент прелунения. Но неожиданно проект атомного взрыва на Луне в короткие сроки свернули и отказались от его осуществления. Официальные представители заявили, что причиной отмены столь дорогостоящего проекта стал огромный риск, который был вовремя оценен правительством. Однако, в НАСА умеют грамотно пускать пыль в глаза. И какова истинная причина такого стремительного свертывания программы А-119 до сих пор доподлинно неизвестна. Более того, в истории освоения земного спутника немало черных пятен. Так до сих пор неизвестны все детали первого полета американцев на Луну. Существует теория о том, что американцы на самом деле не летали на Луну. И действительно доказано, что многие съемки, которые были показаны в эфире, являются павильонами. То есть это подделка. Вот до сих пор не ясно, на самом деле летали ли американские космонавты в космос. До сих пор любое упоминание астронавтов о лунных полетах четко отслеживается военной разведкой. Но что в действительности препятствовало осуществлению грандиозного плана американцев? Этот вопрос до сих пор остается без ответа. Очень много было в Альне когда готовили мягкую посадку на Луну. И вот то, что смотрите, Луна-1, значит, это пуск, как бы она просто отводили ракету, Луна-2, это попадание в Луну, Луна-3, это съемка корабляной страны, а потом только Луна-9, это посадка на Луну. А в промежутке они все просто бились при на подходе. Невероятным в освоении земного спутника кажется и тот факт, что 11 апреля 1970 года, когда на Луну был отправлен космический корабль Аполлон с порядковым номером 13, на его борту была ядерная бомба. Но для чего космический корабль снабдили ядерным оружием? Неужели в НАСА знали, что отправляя астронавтов с миссией на Луну, они подвергают их смертельной опасности? Аполлон 13-й нес на себе ядерное оружие и одна из задач, если кто-то активно мог попытаться воздействовать или войти в близкое соприкосновение, то пожертвовать космонавтами и произвести взрыв непосредственно на борту, в непосредственной близости от Луны и от этих летающих объектов. только недавно из американских архивов стало известно, что перед самым стартом 13-го Аполлона астронавтов четко инструктировали о том, как они должны вести себя в случае встречи с иной формой жизни. Если вдруг представители инопланетной цивилизации проявят агрессию, то астронавтам было приказано уничтожить космический корабль вместе со всем экипажем, находящимся на борту. Именно для этого корабль снабжался ядерной бомбой. Известно, что именно во время 13-й миссии Аполлона произошла страшная авария. Космический корабль прошел уже половину пути от Земли до Луны, когда связь с астронавтами неожиданно прервалась. Что именно происходило в этот момент на борту Аполлона до сих пор остается загадкой. Нас не пускают в космическое пространство, нас пускают только в ближний космос. Космос он настолько насыщен цивилизациям и присутствием в других цивилизациях, что человечество для них это как малое дитя, которое с дубинкой бегает и стучит там, где не нужно стучать. Вскоре в Центре управления полетов сообщили, на космическом корабле произошла авария. В первых оповещениях о чрезвычайной ситуации на Аполлоне-13 говорилось об утечке кислорода. Но вскоре эту версию опровергнули и заявили, что в основном блоке корабля произошел взрыв одного из трех топливных элементов. Но была и другая, неофициальная версия, согласно которой астронавты столкнулись с представителями разумной цивилизации. Они не дают даже оружие выводить на орбиту. То есть было много попыток, что космические корабли взлетали и с ядерными реакторами на борту, и с ядерными боеголовками, но они все потерпели крушение, и нам дали понять, что с этим в космос вылезать нельзя. Получается, что американцев просто прогнали с Луны, которую уже населяла иная цивилизация, и которая вполне могла быть враждебно настроена к людям. Этим и объясняется резкое свертывание всех лунных программ. Но если это действительно так, то какую деятельность на таком космическом безжизненном теле, как Луна, могли развернуть иные цивилизации? Ведь на земном спутнике нет атмосферы, а лунная почва безжизненна. Согласно одной из версий, причина кроется в добыче полезных ископаемых, которые есть на земном спутнике. Еще в 1970 году ученые установили, что Луна богата гелием-3, термоядерным горючим будущего, за обладание которым, по прогнозам ученых, развернется первая космическая война. Гелий-3 собирались использовать как топливо нейтральное, не приносящее такого вреда, какое приносит сегодняшнее топливо. Но дело в том, что, во-первых, процедура доставки самого гелия очень трудоемкая, ну и, во-вторых, ученые, по-моему, еще не проработали до конца саму реакцию получения вот из того гелия, который будет сюда привезен, того продукта, который можно реально использовать у нас на земле. гелий-3 это вещество в поверхностном слое грунта Луны, которое можно преобразовывать в атомное топливо. На земном спутнике этого ценного вещества по расчетам ученых находится до 10 миллионов тонн. А это означает, что населению нашей планеты ресурса гелия-3 хватило бы примерно на 5 тысячелетий. Этот газ мог бы стать для жителей Земли альтернативным источником чистой энергии и заменить все остальные губительные для экологии виды топлива. Он несет в себе огромную энергетическую составляющую, так как если мы использовали в термоядерных реакциях например не тот нитритий и не детерий, а допустим тот же гелий-3, то энергии было бы больше и энергия была бы чистой. То есть даже в случае аварии уровень радиационного загрязнения равнялся бы нулю. Поэтому нам интересно вот добывать этот гелий на Луне. На Луне его достаточно много. Но неужели человечество опоздало? И лунная поверхность уже является той территорией у которой есть хозяева. И если это действительно так, то это означает только одно. Когда на Земле будут исчерпаны все полезные ресурсы, начнется медленная гибель человечества. И чтобы этого не произошло, человечество должно будет обладать такими космическими технологиями, которые позволят полететь гораздо дальше Луны, за пределы Солнечной системы. Но что происходит в отдаленном космосе? Какие планеты там находятся? Существует ли где-нибудь второе Солнце? Все эти вопросы пока остаются для ученых загадкой. однако в самом ближайшем будущем российские ученые намереваются все изменить и совершить прорыв в освоении далекого космоса. Они уверены, чтобы понять, что происходит за пределами нашей Солнечной системы, нужно изучать нашу звезду. Солнце это типичная звезда, каких довольно много во Вселенной. И изучая Солнце, мы понимаем, что происходит на других удаленных звездах, которые мы так детально не можем изучать, потому что они фактически точки, а Солнце мы можем изучать не как точный объект, а детально наблюдать его атмосферу, изучать его динамику, как она устроена атмосфера, как устроено само Солнце, как оно работает. Так совсем недавно российскими учеными в рамках программы Интергелиозонд был разработан уникальный космический аппарат, который впервые в истории человечества сможет приблизиться на максимально близкое расстояние к раскаленной поверхности Солнца, туда, где не был еще ни один спутник. Такой зонд проектируется уже довольно давно. Он проектируется потихонечку, очень потихонечку у нас, у Амперу Лавочкиной, и проектируется в нас достаточно активно. Значит, есть несколько вариантов того, как он может быть выполнен. В 2012 году ученые заявили, что запуск аппарата состоится в начале 2014 года. Однако, в апреле 2013 года было принято решение перенести запуск интергелиозонда на неопределенный срок. Официальная причина такого решения объявлена не была. Однако, спустя некоторое время, независимые исследователи выдвинули версию, согласно которой, перенос запуска космического аппарата связан с процессами, которые сегодня происходят на звезде. Мало кто знает, что с 2012 года космические обсерватории неоднократно фиксируют в солнечной короне объекты неизвестного происхождения. 24 апреля 2012 года на официальном сайте НАСА появились снимки, которые были сделаны космическими зондами, наблюдающими за Солнцем. На этих изображениях в короне звезды зафиксированы необычные объекты. Но что это? Дефект пленки? В поисках ответов исследователи более детально изучили снимки и сделали вывод, что все эти объекты имеют однотипное строение и походят на космические аппараты. Более того, на видео, размещенных на официальном сайте НАСА, также хорошо различимы неопознанные объекты, которые передвигаются в пределах солнечной короны. Таких объектов около Солнца сейчас стали наблюдать очень много. Это и такие все горовидные удлиненные объекты, которые достигают размера нескольких сотен тысяч километров. Объекты какой-то непонятной такой ровной фактуры, которые могут разделяться на несколько составляющих, потом опять они соединяются в одно. Однако уже через сутки после того, как снимками заинтересовались ученые-астрономы, фотографии исчезли с официального сайта НАСА. Но что это может означать? Что, если на этих снимках слишком явно были различимы очертания космических кораблей внеземных цивилизаций, парящих в солнечной короне? Действительно какие-то образования не очень понятные в короне Солнца были обнаружены. Вот, они двигались, они там такой овальной формы, очень любимой народной форме в виде тарелочек. То есть летающие тарелки, вот они на Солнце летают. Снимки НАСА позволили ученым выдвинуть предположение, что неопознанные объекты в солнечной короне это огромные космические корабли, которые могут приближаться к раскаленной поверхности Солнца. Но как такое возможно? Ведь температура солнечной короны более 6000 градусов. И не существует такого металла, который бы не расплавился от такой сверхвысокой температуры. Трудно предположить, как можно создать такое техническое приспособление, которое выдержит такую огромную температуру с определенным как бы с определенными возможностями войдет в звезду и выйдет где-то из другой звезды, то есть должен бы существовать какой-то механизм для этого, нам, конечно, очень сложно. То есть это говорит о развитии той цивилизации, которая могла это сделать и опережение ее нашего развития на миллионы, а может быть и миллиарды лет. За последние несколько лет ученые стали фиксировать аномальное количество космических объектов, которые приближаются к Солнцу. Большая часть из них это метеориты и кометы в течение одного из ежегодных метеоритных ливней, а звезду ударяется до 100 твердых тел в час. На этом видео, сделанном космической солнечной обсерваторией 11 мая 2011 года, видно, как в Солнце врезается гигантская комета. Ученые утверждают, что столкновение кометы с Солнцем произошло на огромной скорости, что породило взрыв невиданной силы и, как следствие, чудовищный выброс солнечного вещества в открытый космос. Эти уникальные исследования позволили ученым выдвинуть сенсационную версию, согласно которой именно благодаря небесным телам, которые ударяются о Солнце, звезда до сих пор не погасла. Но возможно ли такое? Все планеты освещаются Солнцем. Это единственный источник тепла и света в нашей Солнечной системе. Все остальные тела Солнечной системы светятся отраженным светом. Если мы на ней видим маленькую точечку Юпитер, скажем, Сатурн, в телескопе хорошо видно, они светятся. На самом деле это только отраженный свет солнечный. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, откуда берется колоссальная энергия Солнца, которая позволяет звезде непрерывно излучать тепло и свет. Будто бы кто-то извне поддерживает активность Солнца, направляя в него небесные тела, чтобы солнечное вещество всколыхнулось от мощных ударов комет и метеоритов. Именно эти исследования натолкнули ученых на мысль о том, что кометы падают на Солнце не случайно. Некоторые кометы ведут себя весьма аномально и есть предположение, что некоторые из них могут быть кораблями внеземных и на звездных цивилизаций. В частности, интересны кометы, имеющие встречный хвост. То есть обычно хвост в сторону от Солнца, но у некоторых комет имеется хвост в сторону Солнца. Что это такое, не совсем понятно. Принято считать, что кометы это небесные тела, состоящие из смеси различных льдов и пыли. Они, как и планеты, подчиняются физическим законам тяготения и движутся по орбите. Но в последнее время все больше научных фактов говорит о том, что кометы это искусственно созданные объекты. Так бельгийские ученые зарегистрировали радиосигнал на частоте 600 мегагерц, который шел прямо из ядра кометы. Однако вскоре источник радиосигнала начал удаляться от кометы в сторону Солнца. Ученые до сих пор не могут найти этому разумное объяснение. Нужно было понять, что вообще из себя представляет комета и чем она мог быть опасна. Потому что наблюдение астрономов это конечно хорошо, но этого мало. и потом видна только сама кометная оболочка газовая ядра было не видно. Но что если кометы в действительности искусственные объекты? Управляемые корабли внеземных цивилизаций? До недавнего времени ученые считали, что кометы имеют свойство вращаться по замкнутой орбите, но последние наблюдения опровергают эту гипотезу. Расчеты ученых показывают, что многие из комет движутся по собственной траектории, не подчиняясь даже силе тяготения, как это делают все другие небесные тела. У некоторых комет в хвосте спектр больше обнаживается там металлы, которых быть там не должно. То есть есть соответственно версия, что это за счет износа двигателя значит ему следы проявляются. Значит на данный момент известно буквально 2-3 таких кометы было было фиксировано, но тем не менее они не были, они не наблюдались. Но если кометы управляемы и не случайно атакуют Солнце, тогда что же такое само светило? Астрофизик Анатолий Хвыстов специализируется на изучении Солнца много лет. Исследования ученого позволили выдвинуть ему невероятную гипотезу, согласно которой эта звезда имеет искусственное происхождение. Ученые утверждают, Солнце работает как хорошо отлаженный механизм. В недрах звезды постоянно происходит ядерная реакция, благодаря которой звезда непрерывно выделяет тепло. В центре Солнца работает ядерная электростанция. То, о чем мы мечтаем здесь на Земле когда-нибудь сделать. А там уже это сделано, работает, и на всех звездах, между прочим, тоже. Везде ядерная электростанция работает. Если Солнце искусственное, тогда кто управляет этой огромной атомной электростанцией? И что если есть тот, кто может отключить все процессы внутри звезды? Более того, ученые уже сегодня могут просчитать, как будет останавливаться работа Солнца. Согласно последним расчетам астрофизиков, сначала Солнце расширится настолько, что поглотит соседние планеты Меркурий и Венеру. Наше светило превратится в красного гиганта, размеры которого будут в десятки раз превышать размеры сегодняшнего Солнца, после чего звезда начнет остывать. Это будут последние годы существования жизни на Земле. И мы через несколько лет просто вымрем не из-за того, что у нас не хватает электричества, а из-за того, что он есть не будет. Грубо говоря, просто нечего будет есть. Через пару-тройку лет, если Солнце погаснет, человечество вымирает полностью. И будет в космосе летать безжизненная наша планета, темная, если Солнца нет, и мертвая. Но что, если расчеты ученых подтвердятся, и Солнце не будет существовать вечно? Ведь тогда человеческая цивилизация обречена на гибель. Ученые утверждают, человечеству просто необходимо стремительно осваивать другие планеты. Но что нас ожидает там? И что, если космические просторы в действительности запретная территория для всего человечества? КОНЕЦ Редактор субтитров